Дорогу осилит идущий. Дорогу осилит идущий завет мудреца встал для гвардейц-танкиста девизом. Ушедший в историю 2018 год стал знаменательным в жизни и службе одного из лучших офицеров-танкистов Восточного военного округа командира танковой роты гвардии капитана Дмитрия Черноштана из отдельной гвардейской Татцинской краснознаменной ордена Суворова танковой бригады, дислоцированной в Республике Бурятия. Под руководством Черноштана, тогда еще командира лучшего в округе танкового взвода, сборная команда стала победителем всеармейского этапа танкового биатлона, а на международном этапе, проходившем в подмосковном Алабине, экипаж Т-72БЗ в составе командира танка гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана, наводчика-оператора и фрейтера контрактной службы Андрея Переволота и механика-водителя младшего сержанта контрактной службы Алексея Терентьева одержал безоговорочную победу. Закономерным следствием победы стало назначение офицера командиром танковой роты и присвоение ему очередного воинского звания капитан досрочно. Выбор Редакционное задание рассказать читателям газеты о гвардии капитане Дмитрия Черноштане совпало с проверкой боевой готовности бригады, и, конечно, офицеру было не до бесед с корреспондентом. Поймать его мне удалось в районе города Гусино-Озерска в воинском эшелоне, следовавшем по маршруту Улан-Удэнушке. Капитан и его подчиненные выдвигались на общевойсковой полигон Бурдуны. После разгрузки на железнодорожной станции на ушке танкистам предстоял многокилометровый марш до места назначения. Тогда же мне и удалось узнать, где, когда и как начался путь Дмитрия Вадимовича в офицеры, какова была его дорога к высотам профессионального мастерства. Родился Дмитрий в Великий для Россиян день 9 мая. Случилось это в 1992 году в Гайсине Винницкой области. В 2001 году, когда он учился в третьем классе, семья переехала в Россию, и мальчик продолжил учебу в гимназии номер 12 имени Г.Р. Державина в Тамбове. Отец Вадим Александрович стал работать мастером на заводе электроприбор, мама Инна Александровна на том же заводе была контролером ОТК. Проблем с выбором профессии у Дмитрия не было, он с детства мечтал стать военным и готовился к этому. Тем более, что в их роду люди служивые были. Прадед Вадим Евстафьевич всю жизнь проработал техником на военном заводе, дед по отцу Александр Александрович был военным связистом, уволился в запас в звании капитана, дед по матери Александра Ксентьевич служил пропорщиком в должности начальника склада. Получается, что Дмитрий в какой-то степени продолжатель военной династии. Может быть, потому родители не только не стали препятствовать выбору своего сына, единственного ребенка в семье, но и были рады этому. Дмитрий подал документы на поступление в Московское высшее военное командное училище, но стать курсантом этого престижного высшего военного учебного заведения с первого раза не получилось. Неудача не выбила юношу из колеи. Парень крепко запомнил слова одного из экзаменаторов «Дорогу осилит идущий». Вернувшись домой, Дмитрий устроился разнорабочим на одно из предприятий и продолжил подготовку к поступлению в военный вуз. Штудировал математику, подтягивал физподготовку, чтобы с запасом уложиться в нормативы. И это принесло плоды. Он стал обладателем заветных курсантских погон. И только тогда убедился, что идущий, несмотря на все преграды, действительно одолеет любую дорогу. И с тех пор эти три слова «Дорогу осилит идущий» стали своеобразным девизом его жизни. В 2014 году юный лейтенант сам выбрал первым местом своей офицерской службы Республику Бурятия, где дислоцируется прославленная в боях за родину знаменитая танковая часть, ведущая свою историю с 1918 года. Осенью 2018 года по результатам проверки за летний период обучения гвардейское танковое соединение получило почетное наименование «Ударная» на станции «Дивизионная». После выпуска из училища 21 июня 2014 года Дмитрий сделал еще один серьезный жизненный выбор. Женился на любимой девушке Анне, которая училась в одной с ним гимназии. Вместе с супругой и намерением долго и преданно служить отчизне он и переступил порог КПП на пригородной станции «Дивизионная». Здесь, к слову, в свое время служили будущие герои Советского Союза маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский и генерал-майор Илья Васильевич Балдынов I генерал из Бурятов, о чем свидетельствует мемориальная доска на здании штаба соединения. А название этой станции произошло от того, что здесь было сформировано одно из первых в молодой Советской Республике национальное воинское формирование Бурятский кавалерийский дивизион, впоследствии ставший кавалерийской бригадой. Крепкое рукопожатие тогдашнего командира бригады гвардии полковника Николая Гольчишака отметила новый этап жизни молодого выпускника военного вуза «Офицерский». Назначили Дмитрия командиром танкового взвода в 3-й танковый батальон, которым тогда командовал гвардии майор Юрий Пудофеев. Ныне он на заслуженном отдыхе, живет в Казани. Юрий Александрович помог молодому офицеру в становлении, совершенствовании командирских качеств, обретении уверенности в службе. Весомый вклад в его становление внес и командир танковой роты гвардии капитан Энвер Набиев. Проблем с выбором профессии у Дмитрия не было, он с детства мечтал стать военным и готовился к этому. Постепенно дела во взводе пошли в гору, коллектив стал сплоченнее, личный состав проявлял все больше старания и усердия в боевой учебе. А примером был командир взвода, на него все и равнялись. В феврале 2016 года Дмитрия Вадимовича перевели командиром взвода в 5-ю танковую роту. Здесь его опорой и первыми помощниками стали командиры танков гвардии старший сержант контрактной службы Владимир Баргаяков, гвардий сержант контрактной службы Тумандашев. Старались не подводить офицеры и члены его командирского экипажа упраженцу Лануде гвардии рядовые контрактные службы. Наводчик-оператор Антон Хатхеев и механик-водитель Евгений Межен взвод стал последовательно улучшать свои показатели в боевой учебе. Подчиненные Черноштана грамотно и бережно эксплуатировали вверенную им боевую технику. Неудивительно, что вскоре он вышел в число передовых. Два года подряд, в 2015 и 2016 годах, подчиненные гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана успешно выполняли учебно-боевые задачи в ходе совместных российско-монгольских военных учений Селинга, а в 2017 году в период проверки бригады инспекции и Министерства обороны РФ они участвовали и во всех этапах танкового биатлона, неоднократно занимая призовые места. Точка выдохнув в клубусе заводыма, танк Т-72Б, чуть наклонившись, рвануло вперед по трассе. От наметанного взгляда находившегося на командном пункте гвардии капитана Дмитрия Черноштана не ускользнул ни один штрих в действиях механика-водителя. Танкисты учились на скорости преодолевать трассу длиной 4 километра, штурмовать различные препятствия и заграждения на протяжении маршрута. А еще загружали боекомплект, упражнялись в стрельбе на различных дистанциях по мишеням, имитирующим движущийся танк, стрелка с ручным гранатометом, расчет противотанкового ракетного комплекса и летящий вертолет. Все это им предстоит выполнить и в ходе армейского этапа конкурса «Танковый биатлон», который в начале марта пройдет здесь же, на полигоне Бурдуны. И потому подчиненные гвардии капитана Дмитрия Черноштана трудятся сейчас с полным напряжением сил и максимальной отдачей. Тимур Ломбаев